Да, что-то мне на душе так неспокойно. Вот я детвору, которую возят, причащают, да? И вот они каждый воскресенье причащают, они все больные. Я уже так с родителями, с ними говорю, ну нельзя так, вы читайте что-нибудь. Да нет, батюшка благословил причащать, а вреда-то не будет. Уже вред-то куда, дети больные все. Вот думаю, надо за это как-то биться с ними, разговаривать, внушать им, что нельзя так просто легкомысленно подходить к причастию, детвору подводить. Так апостол Павел про это и сказал, многие больны, немало умирают, потому что не рассуждают. Вы правильно говорите? Ну говорить надо выйти, когда из храма, там на улице познакомьтесь и говорите. Я в храме ничего не говорю, вы мне сказали, все, я не нарушаю. Правильно, и теперь какой-то материал подготовьте, отпечатать, рукой не писать, это ваш труд перед Богом. Жалко просто, смотришь людей просто, вот некоторые приходят и думаю, как бы рассказать что-нибудь. Нет, вот причастие идет, я говорю, такое чувство мне вчера было, как будто демоны с знакомыми лицами. Только причастились, стоят, обнимаются, разговаривают, креста нету вообще. Я говорю, вот безумие какое-то, такое чувство, как в дурдом попало. Ужасно, просто аж не знаю. У меня знакомый один, такой умный человек, но он был баптистом. И когда он пришел, уже все стал в церковь принимать. Ну он много пострадал там, на разработках ему ногу оторвало даже. И вот он выходит с кем говорить, он говорит, у меня такое мнение, что Бог одних дураков тут набрал, говорит, или никогда их не избирал. Ничего не знает, что спросишь, не хотя даже слышать. А он, Слово Божие, хорошо знает. Вот такое впечатление, как ваше. Ну понятно. Более... Ну я скажу, что примерно мы, вот у мусульман, передо мной в прошлом году прошло не два, два человека, а 2600, и я им показываю, это ваша книга? Ну да, Коран. Я говорю, на этой стороне читай, баран, не можешь прочитать. Ни один не считал. Я говорю, ты открой, 5 сура, 68 аят, говорит, что Всевышний дал, дам, таурет, Тора. Пять книг, и жил Евангелие, чтобы мы по нему поступали. А у вас-то нет этого. В Анафе мы достойны, согласно Библии, Галатам 1, 8, 9. И вот сколько не разговариваешь, у вас только одно знаете, 4 сура, 3 аят, 4 бабы. У нас, если он один раз где-то с чужой был, его 7 лет в храм не запускают. А у вас 4 нормально, нормально. То есть, ему надо пятую, а на одну выбрасывает, чтобы не больше четырех. А один справляет двухсотую свадьбу. Двести раз женился. Это тоже от Бога. И там в раю у него будут гурии. Я не знаю, похоже, нет, слово гурия и гура. Гура, по-немецки, проститутка. И у него будет их 40 на одну ночь. А потом на следующий день, это специальные какие-то такие красавицы, они опять делаются девственницами. Ну какая же, я говорю, вера-то, только один разврат. И кучу, не по-твоему, режете голову, распинаете. А один и тот же Бог. Нет, наш Бог говорит, любите врагов, а вы их распинаете на крестах и выжигаете. Я с ними разговариваю почти каждый день. Ничего не знают, абсолютно ничего. Вот открой свою книгу-то, посчитать-то. Надо читать только на арабском. Ты по-русски-то не знаешь, щукся не мытые. А у нас православные-то, спроси на улице, которые православные. Из православных, которые говорят, я православный, на 300 человек опыты делали, опросы шли. Только один что-то знает и уходит в храм. Один на 300. Ну, еще спрашивают, вы в это вот видите, да не переживай ты так, не рви свое здоровье. Сказал один раз, заплачь отдельно в стороне. Я вас понимаю здесь, потому что я 61 год этим занимаюсь. Проповедуя несло. Сейчас готовятся проповеди во свете Святой Библии. Шесть томов. Каждый том 1300 страниц. Да не вмещаются, может и седьмой том будет. Вот какой, такого материала никогда не было в мировую историю. Вот когда выпустили сейчас проповеди в стихах, в стихотворной форме, тысячи проповедей. Четыре тома по 800, там кажется, 23 страницы. Этого никогда не было. И что пробудились люди, да, кто-то пробудился. Но это великое ли дело. Тут надо миллионам киражам, а мы больше 500 экземпляров не можем выпустить. Даже вот эта проповедь во свете Святой Библии требуется 9,5 миллионов рублей. А рубля нету. У меня инвалидность присвоили, там и заслуха, другое. Ну и пенсия. Минимальная, мне не давали работать нигде. Только во вневедомственной охране того района, где я живу. А сторож, что он получит-то? Ну я поэтому 40 лет клал печь по стране. Печник. А я прораб. На море работал. А там республика другая, все переменилось. И мне стаж самый маленький. Ну он живой, благодарю Бога. И везде говорим это священству. Они крестили песком, песочные какие. Где они нашли крестили? Монахи один раз только было. А кончилось тем, они даже не считают. 176 страница, луг называется духовный. Сказали Дионисию, епископ, он говорит, не выдумывайте, идите и крестите на реке. Они шли с евреем, и он заболел, и они его песком посыпали. А теперь говорят, попы, и семинарии нужны только для того, чтобы оправдать любое безумие. И академии тем более. Так что не переживай. Вы потому такое, что в семинарии не учились. А то бы вам эти мозги-то потрясли. Вы просто духовно, по совести говорите. Сколько раз я гляжу на вас, с вами плакать хочется. Страдаете. Держи себя в этом духе. На улице говори, руками переписывай, и будешь святым на небе. Вот все, дорогой Александр. Не переживай так. Хотя это дорого. Нет, это секрет. Да, твое переживание очень дорого. Что не умерло все. Хоть одна звездочка досияет. А то сплошная тема. Вопросов нет, я отхожу тогда. Я плохо слышу, поэтому громко говорю. Так, с Богом отошел тогда. Все.